Мы рассказывали о высотке на улице Дюковской в середине ноября. В эксплуатацию дом сдали еще в октябре. Но в квартирах не было ни света, ни воды, ни отопления. Управляющая компания СОТО и застройщик ООО «Доступное жилье» перекладывали вину друг на друга. Прокуратура Ленинского района выяснила, что в ресурсоснабжающую организацию не направили заявку, не был обеспечен доступ к коммуникациям. Из-за этого более полутора месяцев 240 человек не могли въехать в свои квартиры. В четверг надзорный орган отчитался, что нарушения устранены. Однако, по словам дольщиков, батареи чуть теплой воды нет. Некоторые дольщики ключи еще не получили. Им необходимо доплатить определенные суммы. Открыть эти квартиры пока может только застройщик. По словам жителей, чтобы включить там отопление, нужно повернуть внутренний вентиль. Однако у гендиректора доступного жилья другое мнение. Мы, со своей стороны, все сделали. Отопление снаружи, оно не внутри включается, понимаете? Занимается этим управляющей компанией. Они могут подойти и также включить. Но вы, как застройщик, заинтересованы в том, чтобы отопливать квартиры, ключи от которых у вас еще не сданы? Мне все равно. То есть вы готовы платить за это? Все, что мы обязаны, мы выполняем в полном объеме. Инженер управляющей компании СОТО в течение дня был недоступен. Жители также прислали фотографии трещины, которая возникла между двумя секциями дома. Застройщик называет ее швом. В ближайшее время дольщики соберут подписи и направят в МЧС обращение с просьбой оценить дефект.